За распространение фейковой информации о коронавирусе начали наказывать. Накануне в Амурской области полицейские задержали женщину, которая пересылала ложные сообщения. Сейчас ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Наши корреспонденты собрали и развенчали самые популярные фейки. Не ешьте бананы, не заказывайте посылки соли и вообще не выходите из дома. Такие сообщения уже стали универсальными приемами фейкометов. Так в сети называют распространителей лжи. Автор, якобы близкий к официальным источникам, предупреждает и просит распространить. В школах проходят рейды и если там будут дети – штраф. И после перехода на дистанционное обучение байка расходится по тюменским родительским чатам. Это фейковые новости, это какое-то нагнетание уже абсолютно излишней паники. По линии нашей системы, как ведомства, не стоит ни одной рабочей задачи на контроль и тотальный учет местонахождения детей. Что ни день, то новая информационная бомба. Так, в пабликах появилось пугающее сообщение с ссылкой на военную часть. Тюменцев просят не выходить на улицу и закрывать балконы на ночь. В городе будут проводить дезинфекцию с вертолетов. Ответ на вброс не заставил себя ждать. В сети появилось шуточное видео. Правда в том, что в городе действительно проводят дезинфекцию. Моют подъезды, обрабатывают общественный транспорт и торговые центры. Работодатели попросили обеспечить работников масками и антибактериальными средствами. Реакция в сети молниеносная. На этот раз от псевдоврачей. Спасти себя от коронавируса можно крепким алкоголем, если его пить. А вот мнение профессионала. Насчет водки и крепкого алкоголя. Они не помогут. Алкоголь не защищает от инфекций. Максимум можно использовать водку в качестве наружного дезинфекционного средства. Но только если ничего больше нет под рукой. Посеять панику интернет-тролли чаще всего пытаются там, где много шума и мало ответственности. Вбросы о зараженных посылках, фруктах, переполненных больницах и продаже вакцины. Которая на самом деле еще даже не существует. Даже если вакцину создать ее можно быстро, то для того, чтобы ее запустить в общее пользование, должно пройти определенное время. Главный источник достоверной информации о коронавирусе – оперативный штаб. Он поможет разобраться, чему верить, а чему нет. Юлия Никифорова, Тюменская служба новостей.